Итак, я рад приветствовать всех на очередном технико-экономическом вебинаре. Меня зовут Суходаев Алексей, я являюсь институционным менеджером группы компании Skyway, также руководителем отдела иностранных переводов и департамента по развитию партнерских взаимоотношений Урал-Сибири-Дальний Восток. И сейчас, в первую очередь, я хотел бы уточнить, сколько у нас новичков сегодня присутствует на вебинаре. Пожалуйста, проголосуйте в вопросе, который вы видите, собственно, в правом верхнем углу. Чат я почему-то тоже не вижу. Дамы и господа, если кто-то есть из модераторов, из технической поддержки, я почему-то чат не вижу. Итак, замечательно. В первый раз также люди присутствуют, также четвертый, более 40 людей. То есть, почему люди ходят на вебинары раз за разом? Потому что, как и я, как и мы все, мы узнаем все больше и больше новой информации. Сегодня я расскажу вкратце вообще про аспекты, именно технико-экономические аспекты группы компании Skyway. То есть, тот, кто знает, пожалуйста, послушайте еще раз. В ближайшем будущем мы будем давать совершенно новые знания. То есть, непосредственно я и Сергей Анатольевич Сибиряков будем давать именно знания из уст Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть, будут своеобразные 10-15 минутки, когда у нашего с вами Sky Boss'а, то есть, такой вот термин появился на прошлых видео. Я думаю, что вы все прекрасно видели, что появился такой термин Sky Boss. Анатолий Эдуардович Юницкий является не только генеральным конструктором, генеральным директором, но он является создателем и вообще проводником, генеральным конструктором инвестпроводящей системы в том числе. То есть, сейчас мы создаем не просто какой-то бизнес, который выйдет на IPO и только тогда начнет развиваться. Мы создаем законченное решение инвестпроводящую систему и сеть именно бизнеса, глобального мирового бизнеса, который уже при выходе на IPO должен работать не просто вовсю, а как единый слаженный живой организм развиваться и быть абсолютно конкурентоспособным. Собственно, кто знает, кто не знает, конкуренты у нас есть. То есть, и, соответственно, нужно идти в ногу со временем и предоставлять все больше преимуществ нашей стороны. Их и так достаточно много, но все же. Итак, собственно, у нас присутствует 102 человека, проголосовало 64. Дамы и господа, пожалуйста, новички могут поставить просто, допустим, цифру 1. То есть, но по какой-то причине я чат не вижу. Не знаю, честно говоря, почему. Так что лучше, наверное, проголосовать в опросе. Чуть попозже я опрос остановлю. Сейчас вы все находитесь в аудитории, то есть это виртуальная аудитория. Я являюсь в данный момент, играю роль лектора Sky University. И, собственно, направление, направление деятельности, направление развития компании будет становиться все больше и больше. Итак, давайте еще поотвечаем на опрос. Дамы и господа, вот справа вы просто выбираете 1, 2, 3. Три варианта ответа. И, собственно, мы будем понимать, какое количество людей в какой раз присутствует сегодня на вебинаре. Ну, собственно, я останавливаю вопрос. Новички также присутствуют. Это достаточно хорошая тенденция. Я бы сказал, отличная тенденция. И перейдем непосредственно к технике дела. А именно к нашему с вами любимому юнибусу, автолету, как он нам можно называть. На этой картинке вы видите, что юнибус движется к вам, то есть издалека он движется непосредственно на вас. И, собственно, вот картинка, но уже когда юнибус движется от вас. Это более интересная картинка, на мой взгляд, так как здесь видно уже такой вот удлиненный, удлиненную заднюю часть юнибуса. Этот тип юнибуса также называют автолет. То есть это высокоскоростное исполнение. Это подвижной состав, который достигает 500-600 км в час. И вполне может конкурировать абсолютно реально даже с авиапромышленностью. Более того, 100-200 грамм на одного пассажира – это достаточно низкое потребление по сравнению с тем же самолетом, который, как Сергей Анатольевич говорил в интервью Михаилу Леонидовичу Хазину, что самолет является перстеродактем цивилизации. Но самолет никто не отменит, то есть они также будут летать. И, собственно, никто не собирается здесь конкурировать и что-то доказывать. Все произойдет далее само собой. То есть естественный отбор, естественный процесс, он докажет, кто имеет право на существование, кто имеет право на развитие. И далее, собственно, эволюция, именно технологический процесс покажет реальность. Итак, собственно, почему я сказал, что в принципе не важно, кто с кем будет конкурировать, потому что Skyway, группа компаний Skyway и Transnet, это единая транспортная, коммуникационная, информационная и энергетическая сеть, имеют одну большую миссию. То есть это, во-первых, естественно, коммуникации транспортные, энергетические и, соответственно, электрокоммуникации, так как в струнную дорогу, в струнную дорогу, кто знает, кто не знает, для новичков объясню, вот в эту струнную дорогу зашиты силовые электрокабели и также оптоволокно. Соответственно, оптоволокно – это направление нанофотоника, передача светового сигнала. И, собственно, это намного более выгодно, намного более быстро, большие объемы данных могут передаваться за короткий промежуток времени. То есть, находясь в Unibus, мы все с вами сможем скачивать любое количество информации, пользоваться Wi-Fi сигналом. То есть об этом сейчас действительно можно только мечтать. И я об этом действительно мечтаю, потому что всегда в своих вебинарах говорю, вот такие вот простейшие вещи, но они очень сильно затормаживают бизнес и затормаживают все бизнес-процессы, так как стоит отключить у нас электроэнергию или отрубить Wi-Fi, интернет. А, как вы знаете, когда мы едем в поездах, я уж не говорю о самолетах, там просто говорят отключить электроприборы, потому что это просто небезопасно. И, соответственно, когда пропадает сигнал интернет, то, соответственно, никак невозможно выйти в сеть, и бизнес-процессы, договорные отношения, они очень сильно замедляются. То есть сегодня перемещается информация буквально за секунды, грузы, товары перемещаются, собственно, 15-20 км в час, что касается железнодорожных составов. И, собственно, информация также может, как я уже и сказал, с перерывами перемещаться в пространстве. Вот как раз технология Транснет позволит этого избежать. Интернет появится даже в труднодоступных регионах, в труднодоступных районах, Сибирь, Камчатка и так далее, где будет проложена струнная дорога, высокоскоростной струнный транспорт, грузовой струнный транспорт и также, естественно, города, где будет проложен городской пассажирский транспорт. Итак, собственно, немножко про концепцию юнибуса, подвижного состава. То есть более глубоко технологически, ну, просто вот боясь ошибиться в каких-то технологических именно аспектах, моментах, я не буду вдаваться в подробности юнибуса. Но это абсолютно аэродинамичный состав, который действительно способен развивать скорость 500-600 км в час и обладать очень высоким коэффициентом аэродинамики. То есть это 0.0.75, который, я думаю, уже многие, кто в Skyway развивается, все это прекрасно уже выучили. То есть то, что струнная технология Юницкого находится на втором уровне, то есть на высоте 5-10 метров, соответственно, это также в два раза повышает аэродинамику. И это не голые слова, то есть транспортные модули, модели в уменьшенном размере, они продувались, абсолютно точные копии. И, собственно, на лабораториях научно-исследовательских институтов, продувочных станций, которые имеют необходимые сертификаты и, собственно, прошли все стандарты качества, чтобы выполнять данные исследования. На таких лабораториях оборудования были выполнены эксперименты. И сейчас, более того, также в конструкторском бюро в Минске уже начаты конкретные стендовые испытания, так как нужно пройти миллионы циклов нагрузки на ту же колесную базу, на подвеску и так далее, чтобы доказать, что да, действительно, с Юнибусом ничего не станет, с автолетом ничего не станет, автолеты скоростное исполнение. И, действительно, все достаточно безопасно, абсолютно производительно и так, как заявляется. То есть эти испытания уже начались. И, кто не в курсе, примерно с октября уже начнется строительство полигона, то есть произойдет первая закладка камня. Это будет большое событие в Литве, на которое, я думаю, многие смогут поприсутствовать и смогут поехать. Итак, собственно, о струнной дороге, я думаю, вкратце понятно. То есть нужно заполнить, что да, здесь будет интернет, да, здесь будет Wi-Fi, да, здесь будет электричество. И, собственно, таким образом абсолютно меняется концепт вообще транспортного перемещения человека во времени, появляется концепция, теория мгновенного перемещения в пространстве, то есть когда человек, абсолютно не отрываясь от своих повседневных задач, от своей повседневной жизни, сможет поужинать, например, в одном городе и, собственно, проснуться уже за тысячу километров в той точке, где ему необходимо быть, абсолютно отдохнувшим, либо если человек бизнесмен, то всю ночь подготовившись к презентации серьезной на каком-нибудь форуме международном, проверяя документы, то есть, собственно, без отрыва абсолютно от реальной жизни, от реальной повседневной и бизнес-жизни, человек сможет перемещаться в пространстве и во времени, из точки А в точку Б. И, собственно, давайте перейдем к основной концепции, которая будет отличать вообще в принципе струнную технологию Юницкого от всех существующих других транспортных технологий. То есть, вы видите, я немножко увеличу, данное сооружение, оно будет производиться, скорее всего, из струнного вакуумного стекла, то есть, это особое ноу-хау изобретение, которое также Анатолий Эдуардович Юницкий изобрел и, собственно, позволяет как удерживать тепло, так и наоборот, чтобы там было прохладно, там это внутри, естественно, здание. Это абсолютно прозрачное здание, то есть, кто был в Дубае, кто был в Арабских Эмиратах, знает, что это достаточно развитая страна и, соответственно, все здания в основном строятся там прозрачные, потому что очень важно, чтобы проникал свет, это важно для нормальной жизнедеятельности, нормальной жизни, подсутствие такого эффекта, как вот мы с вами живем в домах, именно в современных мегаполисах. То есть, вот что говорить про Россию, почему-то у нас до сих пор строят именно многоэтажные дома, так называемые коробки, то есть, на западе это называется фактически кетто, в основном там живут в таунхаузе, и они максимально прозрачны. Так вот, здесь из струнного вакуумного стекла вот данная конструкция, данное сооружение, это Sky House, будет абсолютно удобным в эксплуатации и в жизни человека. Что это может представлять из себя? То есть, вот вы можете видеть деревья, какие-то, так скажем, растения, сельскохозяйственные культуры, возможно, на крыше Sky House. Казалось бы, фантастика, но абсолютно не фантастика, потому что как раз-таки на верхних этажах по направлению сельского хозяйства, по струнной технологии юнитского группы компании Skyway, действительно могут произрастать различные овощи, фрукты, деревья, ягоды и все, что с вами мы, в принципе, потребляем. То есть, отвлечемся от того, что сейчас это невозможно, но, собственно, конструкторское бюро, я не люблю называть конструкторское бюро, именно проектный институт, включающий в себя 11 примерно подделов конструкторского бюро, занимающихся отдельными абсолютно задачами, отдельными вещами, кто занимается непосредственно расчетами по подвеске, кто занимается созданием концепции именно дизайн по линейным городам, что такое линейные города, чуть попозже объясню, кто занимается системами автоматизированного управления, кто занимается аэродинамичностью состава, кто в шасси занимается колесной базой и так далее. И, кстати, я забыл сказать, что касается колесной базы, то есть, вернемся к данной картинке, здесь то, что сталь по стале движется, то есть, абсолютно стальные колеса, вот можно еще называть автолет таким, Феррари, Ламборджини, Бугатти, БМВ, Мерседес, как кому угодно, на стальных колесах. То есть, коэффициент полезного действия из физики, я думаю, все прекрасно помнят, больше 90%. То есть, такого коэффициента полезного действия ни у одного транспортного средства просто нет. То есть, если говорить про автомобиль, там совершенно огромнейшие потери за счет того, что автомобиль движется изначально по дороге, то есть, это экран, это сопротивление, это потери энергии, это большие затраты топлива. Здесь никакого экрана нет, здесь затраты топлива минимальны. И, соответственно, коэффициент полезного действия и преобразование энергии идет в нужном направлении, в нужном русле. И вернемся к нашей картинке. Вот доминанты, Sky House, есть такое понятие. Соответственно, на верхних этажах находятся теплицы, либо в открытом состоянии, какие-то произрастающие деревья, то есть, может быть, парк там будет, покажет время. И, собственно, уже нижние этажи, это офисные помещения, это школы, садики, это... Также жилые помещения, нижние этажи. То же самое может быть. Никаких выклопных газов и так далее, потому что автомобилей здесь фактически не будет. Это в основном будут пешеходные зоны. И, собственно, вдумаемся в то, что даже продумана такая вот концепция, что углекислый газ будет подниматься на верхние этажи. Соответственно, он поднимается на верхние этажи. Растением для фотосинтеза нужен, соответственно, углекислый газ, он не расходуется. И продукты жизнедеятельности человека также поднимаются на верхние этажи. Углекислый газ поднимается с помощью специальных воздухоотводов, продукты жизнедеятельности могут подниматься с помощью, допустим, насосов. То есть, как это будет в реальности, уже будем конкретно далее рассказывать. И здесь вы видите, что на среднем уровне как раз подвесной городской струнный транспорт, то есть из точки А в точку Б перемещения между станциями, причем можно будет задавать местоположение, когда к вам Юнибус, вы желаете, чтобы приехал, потому что система автоматизированного управления будет это абсолютно, позволит это сделать. То есть вы задаете время, когда вы ожидаете Юнибус, допустим, спустились, гуляете по парку с детьми, с внуками, с друзьями, наслаждаетесь природой и понимаете, что, собственно, вам нужно возвращаться в такое-то время из точки А в точку Б, но вы уже запрограммировали и Юнибус, да, действительно он придет и остановится, потому что система автоматизированного управления, ну я сравню это с диспетчеризацией, с системой автоматизированного управления в авиапромышленности, собственно, кому интересно, может забить в гугле карта перелетов, карта полетов, мировая карта полетов, очень интересное зрелище, там летает на, собственно, очень, очень маленьком расстоянии друг от друга, очень большое количество самолетов, и они не сталкиваются, то есть вот именно из-за столкновения это минимальный вообще, вот минимальнейший риск, то есть, но есть такой вот фактор, что если, допустим, птичка попадет в турбину самолета, то, к сожалению, самолет вынужден и обречен потерпеть крушение, то есть это тоже общепризнанный факт. Что касается зону турбулентности, то тоже могу сказать, что, что такое зона турбулентности, в самолете нам говорят, пристегните ремни и так далее, непосредственно здесь, вот, кстати, картинку включил, расположен человек, вначале будет, скорее всего, ну, какой-то, может быть, муляж, может быть, реальные люди будут сидеть, но, в принципе, Unibus абсолютно может двигаться без участия живого машиниста, живого оператора, то есть именно с помощью системы автоматизированного управления. И вот в задней части, в задней части, даже при скоростях 500-600 км в час, именно из-за конструкции и дизайна хвостовой части, задней части, непосредственно не будет возникать никакой зоны турбулентности, то есть перемещение будет абсолютно ровным, комфортным, ну, я не говорю уже о стуках рельсы-шпалы по железной дороге, то есть те, кто путешествует много по железной дороге, прекрасно представляет, многих это раздражает, кого-то это, допустим, убаюкивает, но здесь будет абсолютно бесшумное и быстрое, комфортное перемещение. Итак, вернемся к концепции линейных городов. То есть давайте посмотрим сейчас на вот эту картинку. Это абсолютная реальность в ближайшем будущем, более того, разработка, концепт и, соответственно, инженерные расчеты по строительству данных линейных городов, они уже начаты непосредственно в проектном институте группы компаний Skyway. Собственно, что такое концепция линейных городов? Представим, что нам нужно добраться из станции на станцию, к примеру, из Санкт-Петербурга в Москву, но мало построить, абсолютно мало построить, протянуть струнную дорогу. Это может сделать и железная дорога, это может сделать и самолет перелететь с высокими скоростями, да, с большими потерями топлива, да, с большим уроном для экологии, но он сможет это сделать. То есть задача заключается не только в этом. Задача заключается в том, чтобы создать абсолютный новый образ новых городов. То есть вот сейчас, ну, к сожалению, чат по-прежнему не вижу, с удовольствием спросил бы, ну, у кого есть земля под сельскохозяйственные угодья, то есть где-то за городом и так далее. Допустим, у кого-то 20 гектаров, у кого-то 40 гектаров, у кого-то 60, у кого-то 100. И эта земля достаточно мало сейчас стоит. То есть ее очень слабо можно продать, фактически это невозможно, продадите за небольшие деньги. И она возрастает в цене по законам недвижимости, рынка недвижимости, только когда уже вблизи нее прилегает либо очень серьезный транспортный какой-то, транспортное решение, транспортная дорога, либо уже непосредственно возникают какие-то объекты, как вот, допустим, на этой картинке. То есть что такое концепция линейных городов? Маленькие дома, примерно на одну семью дом будет стоить ценой сравнимой с существующим автомобилем русского производства, российского производства, то есть, допустим, Лада. Этот дом будет из струнного вакуумного стекла. И на втором этаже, на крыше данного дома можно выращивать цветы, можно садить какие-то деревья, можно садить кустарники, выращивать виноград, крыжовник, все, что угодно. Все, чем занимается картошку, можно садить. И, собственно, на уже основном, на Западе называют этот этаж нулевым, у нас это первый этаж, уже непосредственно будет жить сама семья. То есть достаточно большой размер этого дома будет, то есть он не сравним будет с квартирами, но такие вот дома, их будет возникать очень много именно возле станций. Это доминанты, это скайхаузы и это одновременно анкерные опоры. То есть, что такое анкерная опора, приведу такой пример. То есть, вот как раз одновременно вот этот скайхауз, он является также и очень устойчивой опорой. Есть также промежуточные опоры, которые устанавливаются на расстоянии, допустим, несколько сотен метров, могут несколько километров устанавливаться между анкерными опорами, то есть самыми устойчивыми, самыми, так скажем, принимающими нагрузку основную на себя опорами. Обязательно должны располагаться промежуточные опоры. Но вот как раз вдоль таких вот скайхаусов и будут возникать системы линейных городов. И я думаю, вы абсолютно со мной согласитесь, что здесь, в принципе, автомобили-то и не нужны. То есть, все достигается в пределах шаговой доступности. Естественно, нужно будет прогуляться, если вам захочется пойти в какой-то удаленный участок. Если захочется сильно удаленный участок, то, пожалуйста, вдали виднеется уже следующая станция, следующий скайхаус. И, повторяю, в скайхаусах могут быть и офисные здания, офисные помещения. И если я думал ранее, что это возникнет после выхода компании на IPO через 20, через 30 лет, то сейчас я глубоко убежден, что, собственно, в теории, возможно, уже на выход на IPO будут формироваться подобные системы линейных городов. И перейдем еще вот к какой картинке. То есть, здесь уже вы видите, что такие вот поля, вообще абсолютно экологичная зона. У нас таких экологичных зон достаточно много в России, но они слабо осваиваемы именно в результате того, что никакой транспорт туда не пройдет. То есть, соответственно, железную дорогу туда пускать просто для того, чтобы освоить эти районы, это нерентабельно. То есть, железная дорога один километр стоит 10-12 миллионов долларов. Что касается струнной дороги, если это городское пассажирское исполнение, соответственно, это 1 миллион долларов, 2 миллиона максимум. Если это грузовое исполнение, то, соответственно, 2-3 миллиона, в зависимости от того, в горах находится струнная, протягивается струнная транспортная дорога, либо на пересеченной местности, либо в болотах, либо с высокогория, наоборот, спускается, например, железная руда, такой вот адресный проект уже рассматривает Грузия. И высокоскоростной, это, соответственно, сейчас цену точно не назову, собственно, чуть-чуть побольше, чем городской пассажирский транспорт. То есть, примерно 3-4 миллиона, но что говорить про 10-12 миллионов одного километра железной дороги и про то, насколько сильно это представляет урон для экологии в целом. То есть, возникает такой эффект дамбы, эффект плотины. Что касается того, что возникает необходимость насыпи, то есть, огромный слой земли, он снимается, поднимается. Это же все достаточно представляет большие последствия для экофона, той или иной территории, на которой, допустим, строят железную дорогу. И по сроку эксплуатации железная дорога, она намного менее эффективна, чем струнные дороги Анатолия Эдуардовича Юницкого. По сроку эксплуатации это примерно 100 лет. Про обслуживание, ну это фактически не нужно какое-то техобслуживание, потому что если скапливается какая-то налить, песок, дождь, я не знаю, снег, то это все разрубается в принципе. Но если говорить про тот же САПСАН, про поезда на электромагнитной основе, то, соответственно, про ТЖВ тот же французский, про китайские высокоскоростные составы, то если, не дай бог, камешек будет находиться на рельсе, то, соответственно, аварии можно не избежать. Если вдруг будет переходить животное, ну там такого не будет, потому что по обе стороны находится ограждение. И, соответственно, данные ограждения не препятствуют переходу животных. Ну, если говорить про экологию, опять же, то это в значительной степени нарушает вообще перемещение популяции животных. Это тоже достаточно такое весомое явление. Соответственно, тех или иных животных, их может просто не стать на какой-либо территории, где проложена железная дорога, где проложен высокоскоростные рельсы в какие-то транспортные средства. То есть тот же ТЖВ во Франции, ну не просто же так там шлифует вообще до идеала поверхность, чтобы, не дай бог, каких-то песчинок, не дай бог камней, булыжников там не было. Иначе, повторяю, катастрофы не избежать. И, собственно, вот вернемся к концепции линейных городов. Линейные города, они представляют собой агломерат. То есть это действительно новые поселения. Представим также, сейчас вот я найду Sky House. Sky House на водной основе. То есть это, допустим, морской шельф. К примеру, представим, что это Крым. И представьте, какие объекты недвижимости вообще будут возникать. Представьте, сколько данные Sky House будут стоить для именно людей, которые будут покупать здесь квартиры и так далее. Здесь представлен еще один вид бизнеса. То есть совладение, возможно, будет этим бизнесом, так как данные Sky House также является одновременно и рыбной фермой. То есть внизу здесь расположены ограждения, ограждения, которые позволяют разводить достаточно серьезные популяции дорогих видов морских животных. То есть это рыбы, это норвежский лосось, допустим, это какие-то, допустим, виды крабов. И более того, когда Sky House находится именно на прибрежных районах, возникает, уже исчезает проблема орошения, орошения тех именно культур, тех сельскохозяйственных культур, которые произрастают именно на данном Sky House. То есть, напоминаю, свет поступает сверху. Углекислый газ поднимается снизу. Люди, живущие в этом здании, люди, работающие в этом здании, люди, приезжающие покупать, совершать покупки в магазинах, люди, посещающие какие-то кинотеатры. То есть, ну, это фактически такой небольшой, но город. И таких доминантных основ, таких анкерных опор, таких Sky House, их будет очень и очень много по всему миру. То есть, кому-то это кажется фантастикой, но тот, кто все больше и больше погружается в технологию SkyWay, группы компаний SkyWay, понимает, что это абсолютно реально, тем более, учитывая те мозговые ресурсы, которые имеет группа компаний SkyWay. Я имею в виду лично Анатолия Эдуардовича Юницкого и тот инженерный состав тех генеральных конструкторов, которых он курирует и которых он ведет. То есть, технологического риска здесь, как такого-то вообще и нет. То есть, здесь наоборот, инновации, ноу-хау, их будет становиться еще больше и, собственно, возможностей для расширения струнной технологии также будет становиться еще больше с течением времени. И, собственно, представим, представим Монако, представим какие-то прибрежные районы, тот же шельф Крыма. Насколько возрастет вообще недвижимость в цене, когда появятся такие SkyHouses? Насколько популярными станут места те или иные для туризма, когда появятся такие линейные города? Насколько понизится именно популярность заселения в мегаполисах? То есть, по сути, люди, возможно, будут перемещаться, мигрировать именно в линейные города и будут приобретать там жилье. А. Потому что это дешево. Б. Потому что это экологично. С. Потому что это удобно, в шаговой доступности. Люди могут, собственно, посетить какие-то необходимые им заведения, магазины и получить все, что им необходимо для своей жизни. И, собственно, все это охватит очень быстро весь мир. То есть, по планам по планам строить, ну, вначале это будут тысячи, десятки тысяч километров дорог. Далее это будут миллионы и десятки миллионов километров дорог через десятилетия, двадцатилетия. Может быть, я ошибаюсь. Может, это будет еще раньше. И приведу еще концепт именно того, что в SkyHouse входит и высокоскоростной подвижной состав, высокоскоростная струнная дорога. То есть, вот, пожалуйста, он движется от SkyHouse, движется от, потому что здесь, соответственно, заостренный хвост. И, кстати, вот если говорить про концепцию дизайна, переверните Unibus вверх ногами и вы увидите, что это действительно природный дизайн. То есть, это капля. Это дизайн капли. И, собственно, вот вернемся к этой картинке. Наверху уже это у нас либо городской пассажирский транспорт, то есть, какие-то маломестные, либо, скорее всего, это грузовой пассажирский транспорт. И что он, допустим, доставляет? Ну, допустим, он доставляет ГУМУС. То есть, вот про сельскохозяйственное направление достаточно мощный вебинар Сергея Анатольевича, директора по стратегическому планированию и развитию. И там Сергей Анатольевич вещает о концепции именно сельскохозяйства, как изменить сельскохозяйство при развитии струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И грузовые, соответственно, Unibus доставляет ГУМУС. Это будет ГУМУС в таких вот тонких пластинах, буквально по 10 мм, шириной, допустим, в несколько метров. Так как, почему 10 мм? Потому что достаточно 5-10 мм, чтобы сделать из неплодородной земли плодородный слой. И на нем как раз начнут произрастать без урона именно экологии, без питывания каких-то вредных веществ, уже в нормальных природных условиях, в искусственно созданном плодородном слое, непосредственно любые культуры, любые сельскохозяйственные культуры. Если говорить про фермерское хозяйство, то, собственно, это тоже получит очень амбурное и широкое развитие. И если говорить, если мы заговорили про недвижимость, то нужно заговорить, естественно, и про туризм. Так как будут создаваться новые объекты туризма, более того, юнибусы, они могут быть абсолютно новой концепцией передвижных отелей, новой концепцией передвижных офисов. И, собственно, человек, сейчас люди путешествуют на яхтах, то есть на западе, в Испанию, допустим, можно приплыть из Швеции. И люди, на мой взгляд, совершенно возможно и реально после выхода компании на IPO, после внедрения и реализации данной технологии повсеместно по всему миру, мы сможем путешествовать уже на юнибусах. То есть будут стоянки юнибусов, в скайхаузах они смогут останавливаться. То есть очень много вариантов именно, как будет останавливаться. Кстати, если говорить про принцип вообще струнной дороги, то юнибус фактически, он может по вертикально расположенной дороге подниматься. То есть это вы можете найти в 100 ответов на 100 вопросов, там это дело описано. И я вот пообщался на одной из выставок по роду своего бизнеса. Ну, у меня уже привычка такая рассказывать про Skyway, я чувствую, что человеку в теории может быть интересно. Я общался с одним из директоров организации, которая занимается поставками лифтов. И, соответственно, его заинтересовало это именно в качестве того, что, собственно, юнибусы могут подниматься вертикально. То есть фактически это замена лифтам. Он заговорил также со мной про космический лифт. Я ему сказал, что космический лифт это огромные затраты. Там будут десятки тысяч долларов стоить один килограмм, который поднимается в открытый космос. Здесь же, кому интересно, может найти в YouTube уже оцифрованный в хорошем качестве фильм «В небо на колесе», где молодой Анатолий Эдуардович, еще фильм 80-х годов, объясняет именно конкретно рассчитанный механизм, конкретно рассчитанную технологию, как вывести промышленность в открытый космос. То есть это седьмой технологический уклад. Если говорить про шестой технологический уклад, то вот, пожалуйста, Skyway, Transnet, это шестой технологический уклад, то седьмой технологический уклад, вполне возможно, что это будет именно вывод техносферы за пределы биосферы. То есть, соответственно, таким образом мы сможем с вами сохранить в здравии и в порядке наш с вами дом, планету Земля. И тут разговор идет не о каких-то военных конфликтах между усобицах и так далее. А разговор идет именно о том вообще, что будет с Землей. Ну, собственно, сегодняшнее поколение, возможно, об этом не задумывается. Но не хотелось бы, чтобы наши правнуки уже не смогли вдыхать особо воздух в мегаполисах. То есть в Японии, кто знает, кто не знает, есть специальные автоматы, к которым подходишь и получаешь глоток чистого воздуха. Причем эти автоматы платные. То есть это своего рода бизнес у них. И если говорить также про питьевую чистую воду, про чистый воздух, то по питьевой чистой воде есть замечательный проект «Русский холод». То есть вот по данной картинке представим то, что это у нас Байкал. Ну, представим, что это Байкал. И, собственно, также Sky House расположен. И получается то, что вот высокоскоростной Unibus, он будет такой вот экономический аспект очень важный, очень интересный. Для многих Unibus будет перемещаться с минимальной стоимостью, вообще близкой к нулю. Почему? Потому что будет работать многомиллиардный бизнес, именно который равен двум ВВП Российской Федерации, который вполне сможет самоокупать пассажирские перевозки. И, соответственно, люди будут по минимальным затратам передвигаться по данному маршруту. И чем больше адресных проектов у нас будет, то есть какая сейчас цель, сейчас выстраивается инвест-проводящая система по всему миру. То есть как когда-то охватил интернет, собственно, всю планету, никто в это не верил, никто не предполагал, так и мы уверены, что Transnet может охватить опять же весь земной шар. Происходить это будет постепенно, но очень стремительно. Вспомним темпы развития мобильной технологии, мобильной связи, интернет-технологии. Вспомним развитие компьютеров, микропроцессоров, электровычислительной техники. И сейчас, собственно, даже у ребенка есть гаджет, есть уже смартфоны с сенсорным дисплеем. Что касается именно таких вот новинок, именно технологических решений, в Unibus будет самые удобные, самые доступные, с удобным, интуитивно понятным интерфейсом пользователя. И даже ребенок сможет заказывать себе, собственно, то расстояние, которое он желает проехать, то время, когда он желает, чтобы Unibus приехал за ним. И это действительно будущее, это будущее нашего мира, нашего с вами современного мира. И, собственно, уже в октябре, в октябре до ноября мы увидим закладку первого камня на полигоне Литве, где уже подготовлено 37 гектаров земли для того, чтобы осуществлять реализацию именно технологии уже в материальной, материализации технологии. Чаты, к сожалению, по-прежнему не вижу. То есть, соответственно, не могу по какой-то причине прочитать вопросы и ответить на них. Если есть у нас технические специалисты здесь, кто может включить чат, то, пожалуйста, включите чат. Если технических специалистов нет, то фактически я сейчас не получаю никакой обратной связи. Единственное, я запущу опрос, то есть сейчас продолжу вещать и параллельно я запущу опрос именно по тому, насколько вам интересна информация и хотели бы вы посещать именно новые вебинары по техническим аспектам технологии Skyway. Данные вебинары проходят по средам. Сегодня вещаю я один. То есть, признаюсь честно, все, что я вещаю, отчасти мои додумки именно в плане того, как будет соприкасаться технология Skyway именно современными направлениями, то есть направление SkyTravel, понятие SkyTravel придумано мною и, собственно, замечательно, что это было услышано. И таких направлений будет еще очень и очень много. Давайте с вами вместе придумывать. То есть, чем больше распространение и чем шире получит распространение технологии Skyway во всех отраслях промышленности, тем больше капитализации компаний будет и, собственно, большие прибыли будут у совладельцев и акционеров группы компаний Skyway. Алексей, добрый вечер. Коллеги, друзья, чат открыт. Хотела тебе небольшое слово поддержки. Поблагодарить Алексея и сказать, что ты скромен, но ты очень хорошо доносишь информацию. Это всем очень нравится и я хочу сказать оба Алексея, что ты человек, который очень внимательно изучает сейчас все труды и излечения господина Юницкого, технически подготавливает себя и я думаю, что у тебя хорошее будущее и все у тебя прекрасно. Не скромничай, пожалуйста, чат открыт для твоей работы. Замечательно. Собственно, открывая опрос, этот опрос мне лично интересен. То есть таких моментов будет очень-очень много. Мы будем освещать именно технические аспекты непосредственно Анатолий Эдуардович Юницкий будет доносить вам информацию. Кстати, вот такой вот момент, я его осветил на Челябинской конференции. Вдумайтесь в то вообще, как люди получают информацию извне. То есть Менделеев, Джобс, Билл Гейтс и так далее. Откуда они получают эту информацию? На мой взгляд, данные люди являются достаточно особенными людьми и они просто считывают информацию. То есть как придумывать новые мелодии, как придумывать новые изобретения. И вполне возможно, наш с вами идейный вдохновитель, собственно, да, абсолютно верный из Вселенной, но более того, не из Вселенной, а возможно из прошлого, то есть в прошлой жизни Анатолий Эдуардович кем-то был, потому что подсознание наше хранит вообще в десятки миллионов лет, просто мы это не видим, мы это не знаем. И, собственно, подсознание может все, это говорил и говорит Джон Кеха. Собственно, вопрос в том, что данной технологией действительно является ноу-хау. Меня это поразило. Ранее занимался различными интернет-проектами, сейчас я по-прежнему занимаюсь своим бизнесом. Более того, я синхронизирую свой бизнес с группой компании Skyway. И скажите, пожалуйста, если у вас есть какие-то свои бизнесы, то думайте, как вы можете синхронизировать свои бизнесы именно со Skyway, потому что Skyway охватит все и вся везде. То есть это займет небольшое количество времени. Я думаю, что технологического риска нет точно. Конечно, риск коммерческий, он, собственно, уже вообще сводится к минимуму и минимуму. Я вам скажу, что структура у меня на данный момент сегодня заходила. Я думал 10-100, но прошло несколько дней, у меня 10-600 уже. То есть все растет уже в гипергеометрической прогрессии. И это не подключились у нас еще и иностранцы. То есть, соответственно, все абсолютно люди, они достойны того, чтобы данную информацию слышали и рассказывали люди друг другу. Есть у нас конкуренты, есть SkyTrend, есть Adgex и так далее. Про Adgex вообще я умолчу. Но, собственно, струнная технология Юницкого. То есть я же тоже, когда входил, я задавал очень сложные вопросы, на них просто сейчас вот не отвечают, но я задавал те вопросы, по которым я понял, по ответам на них, что да, действительно, эта технология имеет право на существование, да, действительно, очень грамотный подход, несмотря на то, что сейчас вы находитесь, так скажем, в комфортной выбиранной комнате, пьете чаек, кофеек, может быть, внимательно слушайте, но в любом случае все начиналось не так. То есть начиналось все с вебинаров на черном фоне и в маленьком окошке, в маленьком окошке был Анатолий Эдуардович Юницкий. Вот этот и вебинар я, ну, собственно, на всю жизнь, наверное, потому что, собственно, через всю нашу жизнь и пройдет в будущем технология SkyWay. Также, как вы видите, сегодня баннеры Газпром, баннеры крупнейших технологических компаний, баннеры и лейблы Apple, также и SkyWay будет мелькать абсолютно везде. Более того, абсолютно забыл рассказать про направление SkyTech, то есть что такое направление SkyTech. Направление SkyTech – это аналогия Кремниевой долины. Но Кремниевая долина – это, так скажем, детский лепет по сравнению с направлением SkyTech, потому что SkyTech будет вбирать в себя именно те направления, которые необходимы для реализации струны. Не для реализации, она будет уже реализована, для модернизации, для улучшения струнной технологии, для еще большей эффективности и производительности. И, собственно, сейчас уже у нас есть направление SkyFire, то есть это промышленные лазеры. Струнная дорога будет строиться 100-150 метров в минуту. То есть для меня это был шок. Если вы посмотрите 100 ответов на 100 вопросов, то там еще с помощью специальной технологической оснастки должна была строиться дорога. Таких скоростей невозможно было бы достичь, но сейчас данные скорости будут достигнуты. Если нам захочется строить десятки тысяч километров дорог, допустим, в месяц, несколько месяцев, в год, то это будет абсолютно возможно. Просто понадобится чуть больше вот этих промышленных лазеров-роботов. А кто основоположник? Это господин Гапонский. Можете посмотреть в гугле. Это человек, который в 90-х годах уехал из Российской Федерации. Ну, уже из СССР развалился, человек эмигрировал в США. И, собственно, он создал компанию, которая сейчас занимает более 70-80% именно вот этого рынка промышленных лазеров. То есть все, что идут ответвления, они отчасти пошли от организации именно производства и промышленных предприятий господина Гапонского. И, соответственно, это один из сотрудников, не сотрудников, один из подвижников группы компании Skyway. Если говорить про академика, про замечательного научного деятеля Леонтьева, то это будет направление новых материалов, новых материалов группы компании Skyway. То есть я приведу такой проект, там Торский массив, можете набрать тоже в Google, там Тор. Это не просто вообще какой-то проект, месторождение. Это сразу контроль над 80% редкоземельных металлов всего земного шара. То есть вдумайтесь в это, какой это потенциал. Соответственно, один этот проект, это как 10-15 крупных компаний, которые сейчас занимают огромный вес, не буду говорить конкретно, именно, допустим, в нефтегазовой сфере. Более того, для кого-то, может быть, это покажется странным, для кого-то новостью, но в будущем вода будет стоить достаточно больше, чем нефть. И есть такое предсказание, то есть чаток гуляет, Ванга предсказала, что нефть перестанет быть необходимой и будут летать поезда и питаться от солнца. Кто знает, кто знает, возможно, технологию Skyway. Итак, дамы и господа, готов ответить на вопросы, на технические вопросы, экономические вопросы. Пожалуйста, задавайте их. Собственно, если трансляция идет с наложением нескольких интервью, у меня нет никаких наложений, но перезагрузить браузер нужно было. В любом случае, сможете посмотреть в записи данный вебинар. На дома высотки заказчики сейчас, скорее всего, нет, потому что это концепт. И тут заказчиков будет море. Взять тот же Монако, взять те же курортные здания, допустим, Канкун, Мексика. Представьте, вообще, какое количество новых отелей можно будет построить. Тем более, представьте, что отель будет находиться в шельфовой зоне, в прибрежной зоне. То есть, как красиво выйти на балкон и наблюдать, впитывать, вдыхать этот воздух морской. То есть, все, в основном туристы, многие, они хотят, ну, я сам тоже турист, люблю туризм и все хотят. Так представьте, сколько будет иметь в цене данная недвижимость. По образованию я инженер-механик с углубленным знанием французского языка. Возможно, вы услышите вебинары на французском, от меня и от моих коллег. И также знаю английский язык. Акционеры начнут получать дивиденды после первых прибыли, после выхода компании на IPO. То есть, это в теории будет май, август, максимум сентябрь 2017 года. То есть, ждать осталось не так долго. Более того, по моим умозаключениям, примерно 2016-2017 год, потому что в 2017-м планируется весьма грандиозное участие в глобальном масштабе выставки, форумы и так далее. И уже в этом году осенью я примерно в курсе, какие мероприятия будут посещены, собственно, непосредственно представителями, участниками совета директоров. Это достаточно глобальное мероприятие, то есть, интереса будет все больше и больше. Дивиденды, да, выплачиваются по всем правилам выплаты дивидендов. То есть, здесь никаких новинок не будет. Как, кстати, никаких новинок не будет в использовании материалов технологий Skyway, в использовании физических законов. То есть, это будет вначале дизель-генератор, простая схема дизель-генератора, то есть, энергия будет получаться абсолютно простым путем. Стали используются стандартные абсолютно. То есть, никаких... Ну, а, кстати, говорить, если про стали, если стали легировать, то она будет легче, прочнее, долговечнее. То есть, это, пожалуйста, освоили там ТОР, либо освоили месторождение в Боливии. Соответственно, нам же надо будет строить огромное количество металлоконструкций. И, соответственно, нам нужно будет с вами получать вот эти ресурсы для строительства металлоконструкций. То есть, это железная руда, это новые стали. Это новые заказы для промышленных предприятий, для металлургических заводов. Вот по России, я скажу, по своему роду бизнеса, я руководитель агентства языковых переводов. И, собственно, достаточно плачевная ситуация, удручающая, депрессивная. И становиться она будет все хуже и хуже. То есть, если говорить про санкции и так далее, санкции все достаточно сильно коробят. Ну, если говорить про северсталь, то уже предбанкротное состояние. И таких вот металлургических производств в депрессивном состоянии очень-очень много. То есть, это, так уже, скажем, экономические аспекты. Здесь работает такое понятие, как экономический ковчег. То есть, технология Skyway. Я лично докуплю и докупаю акции. То есть, может быть, прекращу, может быть, нет. В плане того, что будет очень низкий дисконт. В 2016 году, в 2017 году те люди, которые будут приходить уже на десятки миллионов, когда-то, допустим, сегодня, они смогли за несколько сотен тысяч рублей купить данные акции. Эти акции переуступила бы компания. Более того, сейчас человек приходит в корневую технологию. Сейчас человек приходит в корневую технологию, становится совладельцем абсолютно всех компаний, которые включают себя. То есть, это EuroAction, это Australian, African и American. Ну и, собственно, думайте, какие выгоды сейчас, какие выгоды будут позже. То есть, на самом деле, в 2016-2017 году будут очереди стоять просто возле представительств. То есть, представительства уже образуются. Есть сертификация. То есть, у нас же все далеко не просто так. У нас ведется сертификация. Человек не может получить статус инвест-консультанта. Человек не может открыть представительство, если он не уже владеет техническими моментами, техническими аспектами. То есть, представьте, если, допустим, буду, к примеру, продавать станки, и я не знаю, как станок работает. Но это глупо. Это действительно глупо. То есть, я могу продать, там, да, дешево, суперскидка, пожалуйста. Ну и представьте тоже из моей сферы, если, допустим, техническая документация будет переведена дословно через Google Переводчик и так далее. То есть, соответственно, нет знания техники, а у нас именно научно-производственная компания, именно технология ноу-хау, новейшая технология ноу-хау, которой нет, в принципе, в информационном поле Земли. Соответственно, возникнут плачевные ситуации достаточно. Человек получит дезинформацию, этого нельзя допускать. И более того, собственно, непосредственно уже сейчас взращивается огромный потенциал, именно ресурсы людей, которые будут работать в компании, как и на инженерных специальностях. Что касается инженерных специальностей, то вы будете смеяться, но, собственно, офис Анатолия Эдуардовича Ницкого, Вильнюсе, в технологической долине, выходит на строящийся сейчас отделение технологического университета и там как раз транспортное направление. То есть, совпадение, но все в этой жизни наше не случайно. Итак, собственно, про SkyWay можно говорить часами, будем продолжать говорить часами и далее давать вам все новую и более качественную и лучшую информацию. Если есть вопросы еще конкретные, то готов ответить. Если нет, то, собственно, готов закончить вебинар. Я рад, что данный вебинар понравился. Приглашайте на данный вебинар новых людей, новых сподвижников, которые будут развивать нашу технологию, вводить компанию на IPO по всему миру. Поверьте мне, уже буквально через 3 года, даже меньше. Благодарю за внимание. Всем до встречи, до следующих вебинаров. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok